Служба спасения 112, округ Муром Ермакова. Здравствуйте. Во Владимирской области звонок по номеру 112 сотовых телефонов до недавнего времени принимала служба 01. В случае необходимости направляла его в полицию, скорую помощь и спасателям. С сегодняшнего дня принимать тревожные звонки будут единые дежурно-диспетчерские службы органов местного самоуправления. Как правило, помощь населению требуется не одной экстренной службы, а комплекса экстренных служб. Это может быть и полиция, и скорая помощь, это может быть газ, и антитеррор, и так далее. И в целях смягчения рисков и оказания полной комплексной помощи правительством Российской Федерации, указом президента, принята концепция развития в нашей стране системы службы спасения 112. Организационные, проектные и технические этапы становления системы 112 будут проходить с 2010 по 2017 год. В связи с тем, что сам комплексный центр, где будет находиться аппаратура приема, переадресации, коммутации, программного размещения, находятся в городе Владимире и в данный момент не полностью установлены, а сроки программы неизменны. Поэтому наши единые дежурно-диспетчерские службы пока, к сожалению, в ручном режиме становятся такими центрами по приему этих сигналов. Никто не застрахован от беды. Бывают ситуации, когда счет идет на секунды. Оперативный вызов сразу нескольких служб может решить многое. Уровень подготовки диспетчеров ЕДДС округом УРОМ соответствует всем необходимым требованиям. Подготовка наших специалистов, она позволяет комплексно отреагировать той службе, вызвать того или иного специалиста для оказания помощи на тот участок или на то место, где произошла какая-либо чрезвычайная ситуация. Для создания самодостаточной экстренной службы 112 требуются немалые затраты и средства. Новая структура будет совершенствоваться. В дальнейшем с развитием аппаратуры, с развитием программного обеспечения, с подключением к системе ГЛОНАСС, автоматически у нашего оператора будет появляться информация, где находится человек вплоть до 10 метров его нахождения. Автоматически будет подключаться в случае прерывания разговора продление вызов на человека, если произошло какое-либо отключение. Далее предполагается, что оператор должен владеть несколькими языками для оказания помощи граждан. В настоящее время система 112 создана только в двух регионах страны – Татарстане и Курской области. Елена Петрова, Николай Молоденов, Новости 24, Муром.